Всем добрый день! У нас есть вот такой небольшой короб на 5-6 литров. К нему можно сплести крышку. Крышку можно сплести как обычное донышко. Обычное донышко. По краю сделать или загибку, тогда будет небольшой как кантик, или можно сплести косичку. Крышку можно сплести более декоративно, другим способом. Сейчас я вам покажу. Начало такое же, как на донышке. То есть сделали крестовину, или как обычно донышко, двумя прутиками с тонкого конца. Потом сделали замену на толстые концы на толстые концы. И закончили второй парой прутиков тонкими концами на нет. И получилось вот такое небольшое плетение. Дальше будем плести как стенки короба. Вот в один прутик. Только не стенку будем плести, а крышечку. То есть плетение будет не вертикальное, а горизонтальное по кругу. Для этого нам нужно такую сделать приспособу. Нашу уже заготовку нужно прикрепить, чтобы она не болталась. Берем такой гвоздик и в серединке его вбиваем. Прутиков надо взять столько же, сколько у нас стоечек. Крышки. И прутики должны быть обязательно с хорошими тонкими концами. Это будет послойное плетение. С любого места. Кладем на одну стоечку, огибаем другую стойку и оставляем. На следующую плетем по часовой стрелке. На следующую стоечку кладем, огибаем и оставляем. На следующую кладем, огибаем и оставляем. И так по кругу. Как закончить первый ряд? Надо, чтобы у каждой стоечки лежал прутик. Вот мы подошли, что у этой стоечки еще нет прутика. Вот снизу закладываем, огибаем и укладываем на следующую. Вот проверяем. Теперь у каждой стоечки лежит прутик. И их мы их отводили, чтобы удобнее было закончить ряд. Теперь их укладываем на место. Вот у нас получился первый такой ряд. Вот такие косые лучи солнца. И теперь плетем второй ряд с любого места. Также берем прутик, придерживаем, огибаем стоечку одну, сверху другой кладем. Следующий огибаем, на следующую стоечку кладем. И плотненько. И так весь ряд. Заканчиваем второй ряд. Вот у нас здесь два прутика. Смотрим, какие прутики уже участвовали во втором ряду в плетении, какие нет. Вот видно, что если вот эти два, которые ко мне ближе, немножко отогнуть, то видно, что с них мы начинали второй ряд. А вот эти прутики у нас еще в плетении не участвовали. Значит, мы эти отогнули, загибаем за стоечку и наверх. И теперь последний прутик остался. Вот он, за стоечку, и наверх. И все прутики укладываем на место. Надо, чтобы с каждого как бы окошка выглядывал прутик. Значит, все правильно. Теперь с любого места начинаем третий ряд. Он плетется как второй. С любого прутика, с любого места под прутик ныряем и прутик поднимается на следующую стоечку. Следующий прутик под стоечку и наверх. Под стоечку и наверх. И так плетем третий ряд и все остальные ряды, пока у нас не закончатся прутики. Заканчиваем последний ряд. Эти вот этими мы начинали не перепутать, а то вот можно им же сплести и будет прутиком, которым мы начинали последний ряд. Их нужно в стороночку, чтобы они не мешались. И последний прутик не сплетенный проплетаем и которыми начинали их на место. уже концы толстые. Можно еще сплести один ряд, но не будем, будем заканчивать. Так. Обрежем не сильно, чтобы они нам не мешались. Окончательно уже обрежем после плетения. Теперь закрепляем наши концы нашего плетения. Закрепляем простой веревочкой два прута, как плели все донышки и начало этой крышки. Вставляем у стоечки конец прутика. Начинаем с тонкого конца направо, налево. Эти концы, вот эти концы при плетении будем прижимать. Теперь второй прут вставляем тут у стойки направо, налево. и теперь эти концы прижимаем, а этими двумя прутиками плетем направо, налево. Здесь расстояние между стоечками большое, плести не сложно, только нужно прижимать вот эти хвостики направо, налево. прутики перекрещиваются, вот он идет направо, потом налево, перекрещивается. И веревочку в два прутика мы плетем тонкий концу к тонкому, а толстый конец к толстому. Сейчас уже прутики пошли толще и фиксировать вот эти концы предыдущего плетения уже легче. Их прижимаем плотно, держим. Левой рукой держим вот эти концы, а прутиками проплетаем направо, налево. Сейчас будем делать замену этих двух прутиков. Толстый конец к толстому. Прутик отогнули, которым мы должны плести, который ближе ко мне, и параллельно рядышком под второй прутик вставляем прутик подальше. Потом этот конец отрежем и проплетаем направо, налево. Теперь второй конец меняем. второй прутик меняем направо, налево. Вот мы пришли, где начинали и дальше плетем. вот у нас в конце этих плетений они уже прижаты. Сейчас доплетем эти два прутика, закончим тонкими концами, то есть на нет будет плетение и посмотрим, может этого диаметра крышки нам хватит для нашего короба. закончили веревочку в два прута тонкими концами, заплели как на донышке. Теперь нам нужно обрезать все эти наши пенечки лишние, а затем нам нужно обрезать будут все вот эти концы. Закончим плести нашу крышечку мы с торца, чтобы было красивее, сплетем косичку. Вот такая будет крышечка. И здесь будет косичка. Начинаем плести косичку в три прута. У каждой стоечки за стоечкой втыкаем три прутика. И так три тройки делаем. Три у каждой стоечки три и три. И начинаем плести. Для этого нужны две палочки. Сначала кладем первую палочку и делаем мягко назад, чуть-чуть назад, а потом вперед. Чтобы так вот это у нас плетение легло немножко вот так вот на изгиб. Так. Теперь вторую палочку кладем на первую тройку и над ней сгибаем вторую тройку. тройку вот получается вот так вот три две тройки смотрят вниз у каждой палочка и это первая тройка под палочкой. Теперь первую тройку укладываем перед третьей тройкой. То есть плетем косичку. Вот прядки у нас будут налево направо налево направо косичка. Теперь третью тройку укладываем у нас вместо палочки вот тут уже прутики лежат на месте. Также волной укладываем перед четвертой стоечкой. Вот. Итак будем у каждой стоечки вставлять прутик. Теперь вторую пару укладываем перед четвертой стоечкой. Вот так плавно без заминок плавненько. Так сгибаем четвертую стоечку и к ней прибавляем тоже плавно чтобы косичка была вот здесь не было излома. Прибавляем первую тройку прутиков. Дальше вставляем прутики у каждой стоечки. У нас две прядки смотрят направо одна налево. Теперь берем эту третью прядку кладем перед пятой стоечкой налево. Надо вот так поправлять чтобы не заваливалась косичка вовнутрь. Стоечкой следующей прижимаем прижимаем и эти все прутики так мягко плавно к ней укладываем рядышком. Следующую стоечку вот ко мне которая справа прядка но здесь уже мы оставляем по одному плохому если какой-то один прутик нужно оставлять крайний крайний левый но у нас серединке плохой тоненький прутик поэтому мы его вот так вниз а эти тремя прутиками плетем проплетаем налево теперь две прядки у нас слева а одна справа зажимаем прутиком стоечкой и к ней вот эти три хвостика и что у нас получается у нас получается слева прядка из четырех прутиков а справа из трех прутиков вот косичка получается три и четыре и опять надо следить чтобы она не заваливалась так один прутик вот крайний слева оставляем и заводим за стоящую стоечку стоечкой их прижимаем вот выскакивает прутик значит нужно делать замену вернуться назад вместо срезанного поставить новый прутик так вот так все возвращаем на место стоечкой прижали и три прутика рядышком уложили косичку лучше плести без заминок чтобы было ровно так теперь опять один тонкий убираем а тремя прутиками плетем косичку налево 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 и эти три прутики прижимаем стоечкой и к ней добавляем хвостики направо подошли к последней стоечке вот завели эти три прутика налево и стоечкой их прижали и рядом со стоечкой уложили еще три прутика которые лежали слева вот пришли к началу теперь надо нам закончить косичку теперь нужно нам вот эти один оставляем три прутика завести вот сюда под эти три вот вот так вот чтобы было у нас плетение теперь что мы делаем берем по одному прутику так этот коротенький оставляем по одному прутику делаем петельку и заводим так вот первый второй так прутик помять петельку так вот и заводим второй прутик так второй теперь третий петельку самый коротенький прутик оставляем потому что у нас здесь по три прутика справа так палочку вытаскиваем и по одному прутику так вот петельку и заводим первый прутик второй так немножко помять так второй прутик вот чтоб не было заминки и третий так он у нас расщепился но в этом месте не страшно так сейчас мы его постараемся тут вот плавненько чтоб вот в основном месте здесь не случилось заминки вот не случилось все ровненько теперь справа у нас по три прутика а слева плетение в четыре прутика а здесь у нас где мы начинали мы наклоняли три прута начинали тремя прутами то есть получается им не хватает еще до полного рисунка вот так четвертого прутика и мы должны его к троечке уложить то есть здесь делаем вот так немножко шилом отверстие и вот сюда петелькой заводим заводим вот у нас окончательный рисунок здесь есть теперь здесь также три прутика надо чтобы было четыре вот этот толстый и тонкий оставляем а уложим вот этот так будет красивее значит здесь чуть-чуть делаем отверстие петельку чтобы тоже прутик не смялся иначе если будет заминка вот в этом месте вот то вот чтобы он плавно лежал без заминки и осталась у нас последняя тройка где нету четвертого прутика вот так вот должен лежать четвертый прутик чуть-чуть смочим кончик вот сюда вот вот в это отверстие мы должны завести прутик так одной рукой тащим другой так вот придерживаем чтобы не случилось заминки и вот он лег на свое место вот получилась такая косичка сейчас отрежу все хвостики секатором и посмотрим что в итоге у нас получилось вот я обрезала все кончики вот такая получилась у нас крышечка с косичкой вот с таким тут красивым плетением нет пенечков на этом плетении и меряем вот такая крышечка это можно использовать и отдельно как подставку под горячее вот из двух одинаковых донышек у нас получилась пятилитровая корзиночка и короб с крышечкой закончили плетение двух донышек подписывайтесь на наш канал продолжение следует спасибо спасибо вообще вот